Председатель Испания совместно с Францией выступала за данный проект резолюции по Алеппо, подготовив его для того, чтобы дать ответ отчаянной ситуации. Более чем за пять лет конфликта, который идет в Сирии, мы были свидетелями нападений без разбора на гражданское население. Мы были свидетелями, как обе стороны уничтожали школы, в том числе и гуманитарные конвои. Мы при этом видели с ужасом, как сирийская армия использует схеморужие. Тем не менее, сегодня мы находимся здесь из-за того, что наихудший эпизод сирийской войны пока еще, может быть, и не наступил. Наступательные действия режима президента Асада на Восточной Алеппо – это трагедия, и международное сообщество не может отвернуться от происходящего. Господин председатель, данный проект резолюции направлен, как совершенно справедливо сказал министр иностранных дел Франции, направлен на то, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Поэтому мы требуем, чтобы были прекращены авиаудары, которые подвергают террору 275 тысяч гражданских лиц, которые находятся в восточной части города. Главная цель резолюции – спасти от катастрофы тысячелетний город. Здесь есть опасность того, что этот город из-за жестокости вратубийственной войны будет просто превращен в руины. Министр иностранных дел правительства Испании Хосе Мануэль Гарсио Маргайо совершенно четко отмечал нашу позицию в Совете. Когда началась эскалация в сентябре месяце, он отметил три важных шага, которым нужно уделять наше самое предметное внимание. Первое – гарантировать режим прекращения огня. Второе – обеспечить гуманитарный доступ. И третье – создать необходимые условия для того, чтобы возобновить посредничество со стороны Организации Объединенных Наций. Проект резолюции на деле призывает к тому, чтобы немедленным образом восстановить прекращение огня по всей стране. Мы также предлагаем и усовершенствовать механизм наблюдения, который не функционирует так, как это было бы желательно в последние месяцы. Мы просим Совет Безопасности впервые с момента начала войны в Сирии отправить четкое послание сторонам, послание об отмежевании террористических групп, которые из Сирии урожают всему международного сообщества. Во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы раз и навсегда гуманитарный доступ находился в руках специалистов из Организации Объединенных Наций и Красного Полумесяца. Недопустимо то, что сирийское правительство по-прежнему блокирует помощь, предназначенную для своего же населения, фиктивные бюрократические препоны и преднамеренная тактика, как изъятие медицинского материала, а это военное преступление. Поэтому проект резолюции предполагает, что Организация Объединенных Наций должна устанавливать количество бенефициаров, а также потребности около 900 тысяч гражданских лиц, находящихся в Сирии. Мы также просим провести расследование нападения на конвой Организации Объединенных Наций и Красный Полумесяц УРМ-эль-Кубру 19 сентября этого года. Мы сделаем все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность в глазах правосудия. Где бы они ни находились, мы надеемся, что сегодня они слышат это послание, которое звучит от имени всех входящих в состав Совета Безопасности. И последнее. Проект резолюции призывает как можно скорее встать снова на путь диалога и заявляет о нашей поддержке в адрес специального посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Господин председатель, Франция и Испания сделали все, что было в наших силах для того, чтобы заручиться поддержкой 15 членов Совета Безопасности. Это были искренние усилия с тем, чтобы учесть различные точки зрения. При этом всегда соблюдалась главная цель резолюции – избежать катастрофы в Алеппо и остановить эскалацию насилия. Мы понимаем, что мы близки к достижению консенсуса, и пока мы все же надеемся на то, что страны, находящиеся за столом Совета Безопасности, позволят принять данный проект резолюции. И последнее, господин председатель, Испания хотела бы выразить свою признательность многочисленным странам-членам Организации Объединенных Наций, которые стали савторами данного проекта резолюции. Мы такую поддержку истолковываем как идею того, что Совет Безопасности должен выполнить ту ответственность, которая на него возложена уставом Организации Объединенных Наций. Находясь здесь, на этом месте, в качестве непостоянного члена Совета, мы будем неустанно работать для того, чтобы так это и было. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителя Испании за его заявление.